здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам отзыв на книгу андрея николаева и олега маркеева золотые врата когда-нибудь это должно было случиться чтобы я прочитал что-то из фэнтези и мистики с аллюзиями на реальность однако если вам нравятся отзывы на твердую научную фантастику то приглашаю вас на мой книжный пусть и где уже выложен отзыв на книгу владимира савченко открытие себя переходите по qr-коду или по ссылке в описании подписывайтесь и смотрите этот отзыв раньше других авторы николаев и маркеев конечно молодцы они собрали много информации о деятельности спецслужб во время второй мировой войны и подали их под мистическим углом в стилистике под альтернативную историю слабо верится что вообще существуют какие-либо люди с паранормальными способностями поэтому я читал эту книгу как фэнтези и мистику и не соотносил сюжет с реальностью события книги происходят накануне начала великой отечественной войны зимой 41 года и представляют собой противостояние немецкой аненербе с советскими последователями оккультизма в книге в общем-то отсутствует главный герой если сказать точнее то в каждой главе свой центральный персонаж который тянет на себе эту арку в книге хорошо описаны боевые действия и природа северного края события начинаются с зимы тревожного 1941 года засветившегося разведчика александра назарова отправляют начальником лагеря бестиарий который находится на малой земле в суровом баренцевом море само название одного из лагерей гулага говорит о многом собранные люди обладающие паранормальными способностями шаман травница ведьма и так далее под руководством профессора барченко существуют ли эти люди обладающие какими способностями а если они не существуют то почему так негативно относятся к ним многие религии и если они существуют действительно насколько нужно быть порядочным и добрым человеком чтобы не использовать свой дар другим во зло себе во благо вопросы которым нет конца в целом книга понравилась тем что авторы великолепно описывают природу северного края россии жизнь коренных народов крайнего севера сложность проходу стоп по северному ледовитому океану и много других подробностей во время чтения было ощущение погружения в обстановку сопереживания персонажем но концовка вызывает замешательство возникает ощущение что все что рассказано в книге приснилось ладе белозерской пока она была под медицинскими препаратами в психиатрической клинике это несколько скомкало впечатление от прочитанного я видимо насытился одной только лишь этой книгой в жанре мистика и фэнтези и мне я думаю будет достаточно на многие и на многие годы вперед чтобы не возвращаться к этому жанру и читать дальше научную твердую фантастику пусть она даже будет несколько однообразной хотя после романов посольский город и трилогии люци синя память о прошлом земли я думаю что не оскудеет фантазия фантастов простите меня за тавтологию в написании новых фантастических романов в жанре твердой научной фантастики на этом я завершу этот довольно таки короткий отзыв потому что в общем то сказать мне больше и нечего если вам нравится жанр мистика вы его уже и так читаете и без моих подсказок если вам он не нравится то вряд ли он вам понравится от прочтения одной или двух книг и вы втянетесь и будете дальше читать этот жанр в этой книге как я уже говорил понравилось именно вот как описание антуража конечно очень много очень много автора потратили на описание антуража именно советского времени то есть задержание преступников перестрелки и так далее вот эти все которые как им казалось дает ощущение погружения в сюжет но больше конечно затягивает в тот момент когда они перемещаются на крайний север это природа нетронутая жизнь коренных народов я кратко об этом выше говорил а если хочется переключиться допустим много 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 какого-то жанра читали детектив например или твердую научную фантастику тут в качестве переключения открыть допустим как я это делал ну и сейчас иногда делаю захожу книжный магазин узнал допустим автора маркеева захожу нахожу полку с его книгами открываю книгу любую на выбор в середине цепляет или не цепляет слог подача сюжет ну сколько успею захватить но если цепляет тогда можно подумать не бумажную книгу купить а электронную книгу купить в магазинах которые все-таки несколько дешевле чем книги на бумаге я думаю что на этом мы завершим уже отзыв окончательно желаю вам успехов и до новых встреч